друзья всем привет мы в гетто и сегодня не ночь слава богу сегодня суббота и нужно говорить очень быстро а то он народ прибежит и все когда к нам приехал на его сама 2020 года только что я принимал алиптех ну рокси это прекрасные сноуборды они мне все очень нравятся не крутые но когда приезжает коллекция него сама просыпается что-то другое они реально отличаются я даже не знаю как выразиться по-русски без мата чтобы объяснить что ты чувствуешь когда трогаешь доски на его сама у любого сноубордисты которые этим дышат они вызывают какой-то трепет понятия не имею как это объяснить но это это не сноуборды это артефакты и иметь как артефакт у себя это прям особая честь и почет если бы я не знал о существовании компании фанатиков вам я бы абсолютно точно говорил что именно него сама это бренд номер один хотя опять же их не так много продается и в общем то это не экономически не супер крутой бренд все-таки это дорогие сноуборды и далеко не все их могут себе позволить но брать их в руки трогать смотреть всегда приятно даже тем кто не катается эти дизайны они стильные они не броски у них все максимально круто максимально прекрасно в этом сезоне я наверно не буду углубляться в технологичность если это кому-то нужно посмотрите прошлый сезон в сущности все те же самые технологии остались те же самые системы виброгашение те же самые системы грунтозацепов поэтому просто поговорим про бренд в общем чем он отличается от всех остальных и пройдемся по каждой конкретной доске я расскажу какая жесткость какие прогибы и кому бы ее можно было рекомендовать очень многие посетители нашего баршопа спрашивают а чё такого прям крутого в бренде новая сама чего нет в других да много чего на самом деле и на мой взгляд они должны стоить еще дороже они просто дорого в первую очередь это виброгашение у него сама наверно самая продуманная система виброгашение и мало кто на этом концентрирует внимание но по факту плавность хода это очень 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 важный показатель в сноубординге те кто катается на него сама скорее всего не могут перейти на другой бренд именно потому что ни у кого нет такой мощняцкая система виброгашение различные системы помню 4 или 5 он аврика когда вы видите по жесткому на 100 вам ничего не бьет в ноги это очень очень приятно существуют доски гораздо круче в плане спортивной составляющей те же самые там карбоновые джонс флаг шипы безусловно круче те же самые фанатики они не гасят вибрацию они все передают в ноги но при этом ваши колени гудят но если вам не нужны спортивные достижения если вам не нужно стать самым быстрым в этой стране и вы просто любите кайфовать это на его сам это доски для состоятельных мужчин и женщин не для молодежи для тех кто уже многого добились они хотят хорошо и комфортно отдыхать грубо говоря все доски на его самое больше про отдых чем про спорт и если мы возьмем вот эту шкалу которая нанесена сзади есть максимальные значения я уж привык так что считаю там от 1 до 10 эту шкалу неважно какой бренд просто усредненное значение вот если даже возьмем чирмана о табличке который здесь имеется это самая жесткая доска как продольно так и торсионно то есть она максимально чувствительна и максимально жесткая продольно но по факту если мы прогнем я ее могу все-таки продавить своей небольшой массы это значит что здесь максимум не 10 а будет в районе наверно все-таки восьмерки и это прекрасно потому что гораздо больше людей смогут кататься на этой доске в кайф если вы возьмете карбоновый flagship далеко не факт что она вам понравится хотя она стоит очень-очень много денег системы виброгашения на его самом можно сравнить с автомобилями на пневмоподвеске не так уж много подвесок чтобы говорить о томас супер большой разницы в комфорте но если после спортивной не знаю subaru vrx sti на котором вы очень круто можете входить в повороты на скорости 140 километров в час у вас не будет кренить но проехав по лежачему полицейскому вы скорее всего головой ударитесь в потолок а вот на этих досках вы проверите не почувствовав этого лежачего полицейского и тут уже смотрите кому что больше нравится лично мне однозначно виброгашение гораздо более важно чем максимальная жесткость максимальной скорости максимальная передача усилия почти вся коллекция нова сама нейтрально красивы у них нету каких-то супер ярких дизайнов и нету супер стрёмных единственная доска которая мне не сильно заходит по дизайну это вот этот письмейкер миротворец я не стал заказывать в прошлом году но по вашим просьбам заказал в этом должен извиниться перед вами она мне очень нравится по характеристикам то что она и себя представляет прям прикольно но дизайн у него сама мне абсолютно не нравится причем я насмотрелся инстаграма и и про райдера что она не творит прям это супер круто и скорее всего это доска мне лично очень сильно понравится в парке но дизайн бабой на коне но на вас сама мне не нравится уж извините это мое субъективное мнение со мной соглашаться не обязательно но все остальное целом прям вот это эталон сноубордического дизайна хире тэйдж горы орел все так круто трепетно величественно очень хороший дизайн их реально приятно трогать ну фан слингер опять же такой на любителя черепа и что то есть из капитовского но хире тэйдж понравится всем сноутрупер всем чирмен шикарен в с баун с этим вот волчком ну просто прекрасно сдержанно красиво немножко элит элитарно пара слов про прогибы его сама их всего три фьюжн это гибридный прогиб на базе c2 задняя кемберная часть будет поднята максимально высоко потом идет рокер и здесь пониже такой прогиб сноуборда позволяет вам аккумулировать мощный щелчок в хвосте передняя часть доски где меньшая часть кембера будет отвечать за всплываемость так как эта доска будет ближе к рокеру чем кемберу и мягче входы в поворот то есть агрессив такой доски были чуть-чуть поменьше а вот пятка заряжена на максимум также существует прогиб на котором будут два заряженных кембера и спереди и сзади он называется рипсо кембер рокер собственно мы сейчас рипсо и возьмем вот так он выглядит это прародитель всех этих прогибов вот здесь будет самый агрессивный прогиб у него сама он ближе к карвингу то есть именно эти кемберы будут держать максимально жестко на трассе максимально заряжать вас на поле и вообще вот вот это максимально близко экспорт хотя все равно не спорт и третий прогиб называется оригинал рокер кембер эта доска максимально близко к рокеру вот эти кемберные части будут приподняты не очень высоко соответственно эту доску можно рекомендовать тому кто не собирается гонять на высоких скоростях ставить доску на большие углы кому больше хочется комфорта плюс эта доска будет прекрасно выплывать из пухлого снега причем как со своей ноги так и в свече они будут абсолютно одинаково всплывать пухлых снегах как и в прошлом году доски на его сам некоторые доски на его сама снабжены вот таким вот прикольным фактурным топ шитом материал называется карбониум хоть он и не из карбона но похож по крайней плетение этого материала похоже на плетение карбона он отвечает за сохранение дизайна и общего внешнего вида он гораздо меньше царапается и косо и зачем все остальные но на такую доску приклеить наклейку будет очень большой проблемой и проще на саморезы засадить чем приклеить карбониум плюс от него очень легко отваливается снег друзья вроде бы про общее впечатление я рассказал давайте перейдем к частному этого деления нет он его сама но тем не менее я разделяю всю коллекцию на три подгруппы первая из них универсала вот эти пять досочек есть доски чисто направленного типа и доски которые подходят для паркового катания для flat 300 все что где связано с включением грубо говоря они симметричной формы давайте пойдем самый бюджетный из них она будет называться гуай ее дизайн не изменился с прошлого года он относительно простой здесь нет карбониума но здесь есть все геометрии все технологии которые него сама применяет в своих более дорогих моделях если вы хотите попробовать действительно высокое качество но не готова пока платить больших бабок почему бы не взять white это прям прекрасный вариант у него прогиб оригинал он полностью симметричен носок 155 ростовки 43 с половиной и сорок три с половиной пятка хвост и пятка абсолютно одинаково на какую сторону вы будете кататься вам будет абсолютно без разницы он подходит как для фристайла так и для пухлого снега но нужно смотреть на ростовку это не значит что вы взяли любую ростовкой и на ней можно будет ходить кататься в пухлых снегах нет этого значит что вы можете взять эту модель под свою массу но в разных ростовках и одна и та же модель будет подходить и для парка и для трасс white 155 ростовка 2 948 это войдовая чтобы подобрать ростовку правильно вы можете написать нам в контакт и мы вам поможем с выбором ростовки бесплатно вторая модель к которой мы поговорим называется письмейкер письмейкер переводится как миротворец как подсказали грамотные ребята был или есть такая модель пистолета кольта письмейкер скорее всего это как-то связано вот собственно с этим у него относительно простой топ-шип за него переплачивать не придется жесткость этой доске указано как минимальная практически троечки здесь стоят по факту я бы и дал наверно четверку ее можно сравнить с копитой хоррор стол здесь были стоять рипса кембер рокер арочные части максимально подняты наверно наверх то есть он заряжен на прыжки будет давать очень хорошей поле собственно посмотрите как как на нем можно вваливать кемберные части подняты как с носка так и с пятки максимально сильно собственно можете посмотреть какой поле дает эта доска так сорок четыре и семь сорок четыре семь что самое интересное если вы посмотрите на закладные у вас будет пау пэк на этой модельки несмотря на то что она прям вот ну чисто парковая по всем характеристикам но если вы дрыщ и вы хотите залететь в пухлый вы берете свои крепы нахер откручивать их отсюда прикручиваете сюда и у вас становится доска практически фрирайдный пусть не очень высокие скорость она будет поддерживать но всплывать она будет просто бомбически таким образом мы получаем доску прям ну максимально универсально и если вы померите расстояние от передних закладных до задних то вы поймете что она прям сильно направлено но я всегда меряю по основному пэку закладных и по ним она будет как раз полностью симметричны очень интересная технология еще расскажу что дизайн совершенно не нравится но характеристики вот такие следующей досочкой в линейке парковых гибридов на его сама будет досочка фан слинги у нее появляется такое такой бонус как асимметричность канта здесь будет подписано hillside грубо говоря пятки ваших ботинок должны быть обязательно с этой стороны здесь вырез будет глубже здесь более плавный это сделано для того чтобы с пяток вращения на вращение вам было заходить проще максимально прочная доска вот собственно видео в котором эту доску пытаются сломать погрузчиком на вас сама вообще позиционировать свои доски как самые крепкие в мире и это видео где его пытаются сломать погрузчиком демонстрирует вам насколько эластичные могут быть сноуборды я такого еще пока не видел как и на предыдущей доске здесь будет прогиб трипса закладные 42 с половиной 42 ровно здесь есть теоретический сетбэк пол сантиметра но я думаю что просто промазали закладными и поэтому не получились максимально ровными по факту мы можем считать его абсолютным твинтипом пол сантиметра точно не дают вам никакого ощущения направленности на этой доске также можно прыгать джибить вращение все что хотите все что связано с фристайлом кроме пайпа на этой доске будет выполняться на 5 коэффициент жесткости который указан на этой доске опять же стоит минимальный такой же как на письмейкере но фактически эта доска заряжена немножко больше чем письмейкер а вот жесткость даже на чуть чуть ниже по крайней мере в этой ростовки я бы и дал там три с половиной чуть-чуть но она прожимается лучше чем письмейкер фанслингер 153 ростовка весит два килограмма семьсот сорок пять грамм четвертая досочка на его сама из паркового дивизиона называется про то про то существует с 2013 года и видоизменялось всего два раза там меняюсь менялось положение демпферов но чаще всего она оставалась прям одинаковой доской удачно получилось все круто у нее тоже есть технология хилл сайт пятки должны стоять именно с этой стороны что касается жесткости здесь жесткость указана уже повыше и этой доске можно дать пятерочку она гнется поменьше чем предыдущие доска заряжена на то же самое что и эти только с чуть-чуть более высокой долей серьезности то есть грубо говоря это абсолютная копия панслингера но жесткость чуть-чуть повыше и немного добавлено демпфирование то есть эта доска рассчитана на более дальние пролеты на более жесткие приземления но и плюсом можно сказать что есть вот такой вот покрытие которое не будет давать вашим ногам скользить на подъемнике это маленький на плюс опять же если вы хотите разучивать трюки ван футе насмотрелись на прорайдеров это будет опять же плюсом то есть когда вы будете приземлять и ставить ногу на данную доску она не будет у вас вылетать как в варианте с более глянцевыми скользкими поверхностями прототайп 2 ростовка 152 2 733 но и завершает наш хит парад фристайла направленных досок него сама досочка которая называется шейпер твин шейпер твин это уже не просто доска это настоящая легенда и спасибо нужно сказать про райдеров крису корнингу который является наверное самым серьезным про райдером компании на его сам он участвовал на олимпиаде он лупит квадры чем только не делает когда смотришь его видео ты просто там закрывает глаза не понимаешь сколько там вращение он как вертолет летает на этой доске охеренно стильный чувак он именно спортсмен то есть если какие-то ребята курят траву там что-то тусуется бухает крис корнинг это эталон спортсмена весь его instagram состоит из катаний на эндуро мото на из сноуборда из того как он в тренажерном зале прокачивать нужно мышц кстати очень хорошая ссылка если вы хотите добиться каких-то прям серьезных результатов просто загляните посмотрите что он делает делать то же самое ваши ноги будут закачивать сильнее у него прям такая пружина из ног он вылетает нереально круто что касается шейпер твин его прогиб уже будет не рипсу а фьюжен то есть задняя нога будет также заряжена максимально агрессивно передний кемберок будет полой той в сущности эта доска заряжена на прыжки она практически симметрично в этом году 45 и 8 сноса и 45 и 5 с хвоста опять же это можно пренебречь этими там тремя миллиметрами и сказать что это мог практически полный твин он относится к группе компании шейтер серии как говорил в прошлом видосе как-то ссылочка на него кстати будет и под этим чтобы узнать что-то новое вы можете посмотреть его это линейка тима карнеби одного из братьев шейперов на его сама которые там работают хреново тучу лет собственно это его детище в представлении о прекрасном фристайле как на парке так и в бэккантри этот нос сделан для того чтобы вывозить трюки в бэккантри чтобы меньше он нырял вниз легче вывозить из сугробиков топ-шит сделан карбониум максимально круто максимально красиво скользяки у них обычно все довольно сдержанная с этой стороны можно видеть v-образные вставки карбона кстати должен сказать что в отличие от того же мервина игну у него сама все описание максимально близко к тому что он себя реально представляет я не вижу никаких двусмысленных прогибов вот тут написано там c2 fusion у него реально будет передняя часть маленькая задняя большая угнул все может плясать и двигаться в разные стороны очень сильно посмотрите вот это видео там будет описано масса случаев где допустим прогиб c3 на одной доске 1 на другой доске другой хотя по факту это уже совершенно разные свойства коэффициент жесткости шейпер твину в этом году стал пониже чем в прошлом я бы дал ему наверное четыре с половиной пять я думаю что в зависимости от ростовок он опять же будет меняться но он чуть чуть выше и даже если вы не собираетесь на олимпиаду вы можете совершенно спокойно пробовать эту доску в парке и будете вероятнее всего довольны тем что получите шейпер твин в 159 ростовки будет весить 2 942 да кстати я сейчас не говорю про каждую доску но на всех досках на его самое есть технология power grip это вариация magna traction только не столь явно это много радиусность бокового выреза который помогает вам вгрызаться в лед и доску не срывает поэтому практически на всех досках на его сама с жесткостью выше 6 можно карвить и весьма успешно парковая составляющая на его самого нами пройдено переходим к следующей базе 2 час в программе про универсал их в общем то не так много 5 штучек самый мягкий из них будет сноутрупер офигенно красивые с северным сиянием славой карбониум вот кстати минус снова самым прям меня бесит у них ростовка нигде не написано вот так вот глянешь какая ростовка хрим поймешь единственное где можно понять где она написана это вот здесь вот пропечатано вот еле-еле а учитывая что у него такой блестящий топшит и вот эту вот надпись очень тяжело найти поэтому него сама ляпайте что-нибудь чтобы ростовку не искать скользяк опять же простой с технологией дайкат когда вырезается из одного скользяка рисунок из другого фон коэффициент жесткости указан в районе 45 по факту он выше все таки косяк есть я думаю что коэффициент жесткости этой доски будет в районе 5 6 то есть чуть чуть выше чем написан да это незначительно но тем не менее обращу внимание подчеркну что на вас сама делает очень грамотную тему у него две шкалы жесткости и первое написано как чувствительность автора это просто продольная жесткость на что это влияет первое понятное дело на устойчивость на скорости и отсутствие вибрации будет прямо пропорционально или зависеть от жесткости доски а вторая на то как легко доску доску сжать ногами и прокрутить ее соответственно чем выше будет эта шкала тем тяжелее ее прогнуть двумя ногами свернуть винтом и соответственно такая доска будет лучше всего держать себя в карвинге в поворотах на контакт талоном будет черман но о нем поговорим немножко позже что у нас с беками нос 59 ростовки 47 с половиной хвост 43 и 8 достаточно серьезная разница между хвостом и носом соответственно эта доска будет больше для фрирайда чем для прыжков грубо говоря если вы прыгаете 180 вот это у вас будет вот такой маленький нос такой здоровый бобриный хвост управляться с такой доской в свече будет не очень комфортно соответственно если вы представляете себя райдером который катается в две ноги наверное это будет не лучшим вариантом для вашего катания имейте это ввиду зато если вам больше нравится скорость и пухлый снег то снова трусов это прям прекрасный вариант для вот для начального наверно нет но для продолжающего уровня и при пред экспертного это будет очень хороший вариант коэффициент жесткости у него весьма весьма порядочный снова трубка 159 ростовка 3 килограмма 8 грамм следующая дочка про который я хотел бы рассказать это черно черно сущности это флагман компания это самая дорогая если ошибаюсь доска в линейке и это охеренно крутой универсал черно в сущности это как человек на кресле заседающий на большом кресле председатель руководитель ну называть можно босс короче могли просто босс назвать не тратить буквы что он из себя представляет это доска с максимальной торсионный и с максимальной продольной жесткостью его прогиб будет рипсу то есть вот эта часть кемберная будет максимально высоко поднята она заряжена на скорость на карвинг но при этом может и всплывает то есть она не будет как субмарина как чисто кембер уходить под снег она будет плыть и весьма не дурно если сравнивать именно с досками кемберного характера что касается жесткости здесь она написана максимальная но я все таки могу ее продавить и здесь жесткость я бы дал наверно в районе 8 это 59 ростовка она рассчитана на больших дядек у нее есть реально большие ростовки либо для тех кто хочет кататься максимально быстро но и заехать пухлый снег прекрасный вариант с максимум технологии здесь максимум дельфирование вы будете ехать реально на пневме не получать в ноги получать чистый кайф и от скорости и от своих ощущений очень рекомендую тем кто не сильно экономит на своем удовольствии офигенная доска москер чай рмн 1613 160 что касается геометрии замерим но 49 и 3 хвост 45 с половиной грубо говоря сетбэк небольшой но есть в районе 5 сантиметров назвать ее чисто фрирайдная не могу в общем рекомендую всем кто хочет быть начальником настоящий чайрмэн к вашим услугам и далее у нас будут три досочки которые реально очень очень сильно похожи друг на друга это навесома best band heritage и рифса они будут отличаться только прогибами давайте начнем с веста у веста коэффициент жесткости стоит примерно как 78 а торсионная жесткость в районе четырех с половиной то есть он вполне подойдет для тех кто еще не очень круто катается чтобы на малых скоростях управлять ей при этом продольная жесткость доски обеспечивает вполне приличную скорость по факту в районе восьми то вшит у нас идет карбониум соответственно его будет трудно поцарапать что касается носа успел обзор с ней то что посьмой растопки нос доски 52 с половиной а хвост 48 с половиной соответственно 6 сантиметров сетбэк это не гигантский то есть это все-таки универсал all-mountain доска но тем не менее нос будет прилично больше соответственно путь она будет вот так вот затопить такую доску на двойном образном прогибе практически невозможно и для этого не нужно вам сильно корячиться и укладываться на заднюю ногу нужно переместить чуть больше половины массы тела на заднюю ногу и все она херачит 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 великолепная досочка видос кстати про то как на ней кататься можно примерно посмотреть как это выглядит прогиб здесь используется южен рокер задняя часть агрессия передняя лайтовый кемберок под передней закладной топ-шит сделан из материала карбониум соответственно дорогой интересный внешний вид вам обеспечен скользяки как обычно относительно простые кстати да вот здесь просвечивается новая технология на васама которая появилась только в этом году это карбоновая сеточка причем новость она будет идти не целиком как на джонсе допустим у авиаторов похожая тема а только в передней половинке связи с этим торсионная жесткость у меня будет невысокая она гнется относительно просто но при этом передача усилий в задней части и в передней части ноги будет максимально четко это прям вот вот то что нужно почти всем любителям жесткой нос и жесткий перед и при этом невысокая жесткость торсион это очень кайфовый сноуборд для всех любителей кто не относится профессионалом но может позволить себе достаточно дорогую доску рекомендую но и конечно же внешний вид внешний вид мне прям очень нравится вот вот этот вот призрачный волк кайф best bound 168 ростов 3 404 почему я оставил 3 доски на а потом потому что они практически одинаково по всем своим характеристикам это идентичные вещи и отличаться они будут по большому счету только прогибами допустим у херри тэйдж прогибчик будет называться rc оригинал рокер кембер в отличие от веста у него и задний кемберок под задней ногой тоже будет весьма лайтово соответственно такую доску мы рекомендуем тому кто катается чуть-чуть на более низком уровне чем ребятам на вести при этом всплывать такая доска будет максимально круто херри тэйдж 159 3 килограмма 44 грамм если вы считаете что вы будете использовать свой сноуборд процентов на 70 в пухлом и всего лишь 30 на трассе вот это прям прекрасный вариант у веста это соотношение да будет чуть чуть больше к трассовому катанию так как у него более агрессивный задний кемберок то есть там можно сказать наверно 50 на 50 гибридный прогиб фьюжн именно к этому и обязывает вот эта доска либо для флэп фристайла либо для пухлого снега на скорость она будет ехать хуже чем вот эти два их товарища что касается сетбэка 59 доске 48 сантиметров на носу и 44 на хвосте соотношение сетбэка примерно такое же как и на вести соответственно я почему и говорю что они очень-очень похожи друг на друга что касается жесткости продольная жесткость абсолютно одинаково а торсионная жесткость производителя указывается выше что будет вот у этой доски продольная жесткость прямо тютелька в тютельку точно такая же как на вести торсионную мне тяжело сказать прямо измерить сказать что да это так или не так я бы не сказал что мы прям высокая здесь поэтому особых проблем даже о начально продолжающего уровня с этой доской не будет великолепный дизайн мне тоже очень нравится очень дорого красиво сытно и наконец-то прародитель прародитель прогиба рипсо кембер рокер доска рипсо вот такой вот рыженький скользячок у нее будет здесь каких-то карбоновых вставок я не вижу вижу только внедрение определенной более темной породы дерева прогиб самый агрессивный и хвост и нос будут с максимально мощным прогибом что это дает это максимально приближает двойной обратный прогиб к карвингу и скоростному катанию что касается торсионной жесткости здесь она тоже будет невысокая как на вести соответственно карбингу вроде как бы это и не сильно относится продольная жесткость точно такая же как у двух предыдущих и я подтверждаю что жесткость примерно такая есть около шестерки мне будет в общем то это наверное то то самое идеальное соотношение жесткости и формы которая подходит абсолютно всем кто уже умеет кататься рипсо 169 ростовка 3142 эти доски не подойдут разве что ну совсем начальному этапу если вы уже встали почувствовали конты и можете более-менее спускаться с горы вы можете себе позволить любое из них с небольшим отличием по прогибам и она с более того она удовлетворит и обрадует практически любого райдера соответственно если вы не знаете чего взять и боитесь вот что-то куда-то не попасть любая из этих трех вам сослужит хорошую службу вы не обломаетесь точно скорее всего вы просто влюбитесь в них и не захотите менять их на что-либо другое чтобы не рисковать выбирайте любую из этих замечательных середичков рипсо west и heritage итак друзья мы подходим к самому сытому на мой взгляд направлению сноубординга на данный момент это природная коллекция то есть это доски у которых будет не только садбэк смещениями закладных хвосту но еще и нос более широкий чем пятка итак первая дочка за трампа говорим называется свифт свифт у нас идет на прогибе которая называется фьюжн более агрессивный хвостик и более мягенький носочек в общем то все доски которые будут для фрирайда будут именно на этом прогибе это очень правильно и логично никаких экспериментов со смещением куда-то не туда здесь нет все очень четко классически то что работает причем работает наверное лучше чем все остальное по крайней мере на его сам об этом уверена на сто процентов нужно не внедряет ничего нового отличаться они будут на самом деле не очень сильно у них разная форма хвоста у них чуть-чуть изменена нас и это ни на что не влияет даже если мы здесь отпилим что-то от носа он будет точно таким же как и с этим носом без разницы здесь также очень хреново видно ростовка в нужно приглядываться с какого градуса еще чтобы найти какая же ростовку этого свифта скользячок классического в классическом дизайне него сама пяточка у него усилена алюминиевыми вставками и так что если вы прохерачить и где-нибудь там по камешкам вряд ли вам это припомнит и нос у нее точно также усилен алюминиевой вставкой что прям приятно если вы влетаете дерево из можно его скосить что касается жесткости здесь и торсионная и продольная жесткость у этой доски будет выше среднего так что эта доска может позиционироваться как для ребят которые катаются уже относительно давно но не в спорте реальный коэффициент жесткости я бы сказал что здесь в районе 5 то есть это далеко не самая агрессивная доска которая есть на рынке вот этот красивый топшит карбониум сделает вас заметными в толпе то есть у вас в руках будет явно что-то дорогое возможно чуть больше людей противоположного пола захотят с вами познакомиться с такой доской действительно не стыдно появиться в баре поставил я красавчик так есть у нас кстати эта доска уже раскуплена полностью сожалению мы не сможем предложить ее вам они все ушли до того как приехали в гетто спорт ловите момент летом следующем году следующая досочка о которой пойдет речь называется в малорекс из всей фриральной линейки мне эта геометрия нравится больше всего по факту только визуально они не будут супер сильно отличаться друг от друга по своим характеристикам у него также будет широкий широкая лопата тридцать один сантиметр и 29 с половиной в хвосте достаточно серьезный перепад для того чтобы жопа проваливалась а нос всегда фигачил вверх доска абсолютно непотопляема у нее есть тоже слой карбониум скользя в том же самом классический скучном варианте здесь через колечек мы можем увидеть v-образную вставку карбона которая усиливает нос который будет меньше вибрировать на скорости когда вы будете наваливать по подготовленному склону и такая же вставочка из карбона в хвосте который не будет позволять доске выскакивать из-под ваших ног эта доска визуально очень похожа на чисто природный вариант но по отзывам ребят которые убрали она очень круто херащит по подготовленному склону в карлинговом направленности но может быть не так агрессивно как чистые жесткие кемберы но тем не менее она весьма весьма нехило режет склон по показателям производителя здесь невысокая продольная жесткость и достаточно высокая торсионная а я вот с ним в данном случае не очень согласен и этот коэффициент жесткости я бы назвал 7 а не то что они нарисовали тут в районе четырех с половиной это довольно серьезная продольная жесткость торсионную мне опять же тяжело выяснить но может быть она чуть чуть сильнее сопротивляется чем другие но какой-то прям кардинального отличия руками я к сожалению не смогу заметить если вы катаетесь на этой доске пожалуйста напишите мне умаслите умаслите мое мироощущение в сноубординге и скажите что вам понравилось или не понравилось в этой доске это всегда очень интересно маврик 163 ростовки 3 212 третья досочка фрирайда направленной линейки называется инстагейт на мой взгляд самый слабый дизайн из того что имеется но кому-то он наверняка очень понравится и этот кто-то совершенно правильно сделает что забьет на мое мнение 31 с половиной и 30 сзади небольшая разница хвостей в носу у него точно серьезная талия видимо это . для тех у кого большой размер ноги двадцать шесть с половиной талии да это более чем приличная талия соответственно если вы фрирайдер с нехилой лапой то это ваш вариант меньшей вероятностью что вы будете цеплять склон своими ногами коэффициент жесткости опять же указан невысокий в районе четырех с половиной торсионная жесткость чуть чуть меньше чем у маврикса по факту я бы сказал что это в районе шести то есть эта доска будет немного уступать маврикс у в комфортной скорости по трассе она будет лучше для тех у кого больший размер ноги так как шире талия прогиб абсолютно тот же самый южный кембер рокер как и на всех фрирайдных досках это правильно и пусть так и будет шикарная доска почему бы нет инстагейтер 159 ростовка 3124 дизайн для краса немножко такой того но кому-то опять же это понравится и вот это прям мальчик которого любят все богатыри если ваш рост намного выше среднего большая масса то вам стоит смотреть на эту доску у них есть такие расточки как 174 это прям гигантская доска если вы похоже на валу его то это прям вот ваш вариант гигантские доски по размеру с большой талии выдерживают огромный вес сломать ее даже там весит 150 килограмм будет крайне крайне сложно у нее довольно брутальный дизайн из аэротематики бомбардировщики второй мировой зло короче во плоти да и кстати если вы большой парень почти бесполезно искать здоровую доску в бюджетных моделях будем считать что это справедливость настала а то и в баскетбол классно играете и бегом заниматься вам удобней шаг здоровый вот расплачивайте свои плюсы покупайте дорогие доски вот так карбониум вам в пользу что касается характеристик указанных производителям жесткость выше среднего торсионная жесткость тоже достаточно высокая и абсолютно с этим согласен просто выше среднего она прям такая вот нормально я даже думаю что даже больше чем у маврица но возможно это связано с тем что ростовка здорово и отдал это это доски коэффициент жесткости 8 наверно как минимум но для больших парней так и надо поэтому хер ли там удивляться по шутбеку 57 и 8 на носу и 44 и 44 на хвосте то есть это охеренно огромное смещение назад утонуть на ней практически нереально а вот вот в таких вот видосах чувак показывает что на них еще и прыгать можно это неудобно но возможно первую очередь это доска для трассы и доска для вне трассового катания соотношение наверно 40 трасс и 60 вне трасс и рекомендовать его кому-то бесполезно то есть те кто его могут себе позволить скорее всего не могут позволить все ничего другого поэтому это ваш вариант просто приезжайте забирайте да ребят если вы живете в других городах к этим доскам желательно заказывать еще и об решетку она стоит там тем же самым паком в районе 350 400 рублей это небольшие бабки но по крайней мере это они такие доски будут защищены от кривых рук грузчиков и точные не закончу все наши отправки будут застрахованы то есть если что-то грохнется вам денег отдадут но скорее всего такую доску больше не будет не найти их очень мало имейте это виду бегом в 169 ростовки 2 414 ой 3 414 так друзья но и последняя доска которая явно отличается от всех остальных по своей геометрии называется ист то есть противопоставление весту если вы прекрасно плавает то это будет направлен именно на скорость несмотря на то что его прогиб позволяет гонять футбол снегу в первую очередь эта доска для того чтобы херачить по подготовленному склону сетбэк у нее будет не такое большое как у бега на 52 миллиметра и 45 с половиной как всего 5 сантиметров но вот радиус у него просто космически это геометрия досок именно для скоростного катания с огромным радиусом когда вы идете по склону с высокой скоростью и большими дугами любишь скорость пожалуйста забирай себе вот такую доску коэффициент жесткости в нем максимальный и торсионно и продольно такой же как у чайр мэна максимум по линейке него сама я бы ему дал наверно считать дешевле для девятку не дам 8 8 с половиной у этой доски точно есть прогиб называется рипсо максимально агрессивный передний кантик передний кембер и максимально агрессивный задний кембер для того чтобы супер жестко вырезаться и получать импульс после каждого поворота охеренно доска для скорости него сама из 161 3 208 массивная штука друзья как вы поняли из нашего взвешивания супер легких досок у него сама к сожалению нет но они охеренно прочны а чтобы унизить компанию на его самым и взвесим фанатик и ванн 154 ростовку в полиэтилене 2 156 до друзья что касается женских моделей на его сама не знаю чем это связано девочки очень плохо покупают этот бренд и у нас осталось еще несколько досок с того сезона не распробно короче в этом сезоне я не стал заказывает на бриков чуть-чуть единственное которое не смог обойти вниманием новая модель кому называется lady west с невероятно красивым животным на топ шити карбоне абсолютно все то же самое что у обычного веста только для девочек и соответственно с более с более мягенькой жесткостью я думаю что четверочку можно великолепно универсал на прогибе фьюжен это гибридный двойной обратный то есть сзади более агрессивно выделен кемберок спереди немножко по лайтове на ней прикольно как прыгать так и вваливать на пухлом снегу абсолютно универсальная доска может делать все что угодно сетбэк небольшой но есть сорок четыре с половиной и сорок четыре с половиной сантиметра со всплыванием проблем не будет схваткой кантами трассы тоже никаких проблем это охеренная универсальная доска практически для любой даже не супер сильно уверенно катающейся девушки но и конечно же она безусловно очень очень красиво девчонки покупаете больше спрашивайте больше и на следующий год я закажу там новые дизайны если они кому-то будут нужны пока что я тяги не вижу мальчиком претензий нет мальчики смели все что было от него сама и поэтому в этом году мы увеличили заказ аж в три раза в качестве итога мост могу сказать что мне очень понравилась данная коллекция как в принципе наверное все коллекции на его сама это действительно максимально качественный продукт который сейчас можно найти и по нашему уровню качества он будет занимать верхнюю позицию 6 из 6 очень часто не задают вопрос какую бы доску взял я отвечу достаточно просто если бы я выбирал доску себе для парка в этом году я бы себе взял либо вот этого письмейкера но я бы его не взял потому что мне не нравится это ковбой либо фан слингера мягкая супер комфортная доска которая спокойно позволяет вам заряжать хвост сминать его и прыгать крутиться во плете мне это очень нравится но если бы мы как если бы я выбирал доску себе для и того и другого и третьего одну универсальную я бы взял себе west это мой вариант а если вы сказали типа и гуляя по полной нужна 2 до 100 я бы взял себе маврикс безусловно это лучшая природная доска для человека с небольшой массы друзья спасибо большое смотрели этот выпуск спасибо что вы сделали репост этого видео и поделились со своими друзьями в соц сетях данной информации возможно она пригодится вам для того чтобы взять на шару покататься что-то у нас кстати намечается следующий выпуск в нем я расскажу о только что приехавших к нам досочках капита вот допустим до которую все так ждут любят out space living powder racers mercury супернова гороскоп утряшка навигатор подписывайтесь на канал и вы не пропустите ничего интересного из мира сноубордического стаффа все всем пока